Приветствую вас, прочитал первое ваше сообщение за номером 0, вот, и, в общем-то, хотел бы на него ответить. Нет, вы не поехали, безусловно, то, что вы описываете, есть депрессивное состояние. При депрессивном состоянии человека начинает подавлять, как бы, наружу, а иногда и изнутри. Некие мысли, некий массив мыслительный начинает подавлять человеческие желания. То есть, грубо говоря, человек испытывает давление, такой человек испытывает давление подавление своих эмоций, своих чувств. И ситуация здесь заключается в том, что на подавление может включаться определенная агрессия, что может выливаться в злость на кого-то. Злость на кого-то не означает, что она без причины. Если есть злость, значит есть и причины. Ну, просто причины вам не лишние, но выяснить их вполне можно. Вполне нормально. Вот. Дальше, вы говорите про наркотики и алкоголь, у вас несколько странная история. То есть, вы говорите, что пить я не могу, потому что закодирован, наркотики употреблять не могу тоже, запрессил любимый привет, песню которого я исполняю, это его просьба к фанатам. То есть, такая вот, получается, жертва у вас, жертвенная позиция. Здесь я бы порекомендовал, наверное, изучить треугольник Карпмана, для того, чтобы несколько лучше понять, то, какую роль вы на себя взяли. А роль на себя вы взяли жертву. То есть, полностью, ну или почти полностью, личностно безответственного человека. Обратите внимание на то, что у вас присутствуют эмоциональные качели. Перед работой вы всех любите, после работы вы, ну, всех ненавидите. То есть, такое ощущение, что ваши эмоции как-то связаны с работой. Либо работа для вас это единственный шанс себя реализовать, либо работа для вас это уход от своей собственной психологической реальности. Вот. Конечно, очень важно понять, с какого момента началось у вас подобное состояние. Очень важно понять, если вы изкодированы, значит, у вас были проблемы с алкоголем. Если у вас были проблемы с алкоголем, то у этого тоже есть психологические причины. И как база это потребность в любви. То есть, злоупотребление алкоголем это оральное поведение, а оральное поведение это потребность в любви. Если мы говорим о потребности в любви, значит, вы себя до конца не принимаете. Ну, если вы себя до конца не принимаете, значит, вы себя оцениваете, значит, вы себя обесцениваете, а это вообще речь идет и о том, как вы воспринимаете себя и других людей, с которыми вы, скорее всего, ведете постоянное сравнивание. Вот такие моменты вам нужно скорректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...